Мама, Исраэль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Эйха. Сегодня я хочу поделиться с вами словом, которое Господь дал мне в начале года. И это то же самое, что я сегодня утром слышу в течение этого времени. И это касается огня, который горит на жертвеннике. В Писании есть люди, которые строили жертвенники перед Богом. Мы знаем Ной, Абраам, Исаак, Яков, Моисей. Давид построил алтарь. Но есть нечто очень определенное, что касается этих алтарей. Они строили алтарей для того, чтобы иметь отношение с Богом. Чтобы почитать Бога. И я верю, что мы лично должны сами иметь для себя жертвенники. Место, где мы будем встречаться с Богом. Место, где мы будем почитать Его. Но в книге Левитам 6.6 написано очень важное касательно алтаря. Говорит, что огонь должен гореть постоянно, и огонь не должен угасать. Это очень важно. Это очень важный вопрос. Бог хочет, чтобы этот огонь горел. Несколько раз в книге Левитам используется это место, где огонь должен гореть. Огонь должен гореть. Бог хочет постоянный, вечный огонь, чтобы был на этом жертвеннике. И у Него есть причина, почему Он это хочет. Он ничего не делает без причины. Он ничего не говорит без причины. Поэтому для нас лично мы должны определиться и задуматься, что же Бог хочет нам сказать лично. Может ли быть такое, что Бог хочет, чтобы этот вечный огонь продолжал гореть внутри нас? Давайте посмотрим на этот алтарь. И давайте посмотрим на этот огонь. До того, как закон был дан, Бог открылся Моисею в виде огня, который горел в куст горел. Мы это можем прочитать, исход 3 глава, 2 стих. И явился Ему Ангел Господень, пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что черновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И мы видим в этом месте, что Моисей увидел, что куст горел. Но куст не сгорал. И это не становилось золой. Это не был огонь, не поглощал этот куст. И там написано, что Ангел Господень. И я верю, что каждый раз, когда используется вот это выражение, это имеется в виду об Иешуа. В книге евреям описывается такое же самое выражение, и что как многообразие многих лиц. Бог избирает вот такой образ продолжающего вечного огня. Когда Бог сказал Моисею, чтобы выйти из Египта и вывести народ. И когда Бог выводил израильтян из Египта, Он открылся в столбе огненном. Хорошо? Это можно прочитать исход 13 глава, 21 и 22 стих. Господь же шел пред Ним днем в столбе облачном, показывая им путь. А ночью в столбе огненном, светя им, дабы им идти и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненной ночью от лица народа. Еще раз мы здесь видим, что это никогда не уходило от народа. Постоянно пребывал с народом. Для того, чтобы защитить народ. Но также это был знак Божьего присутствия, что присутствие было с народом. Помните, Моисей говорил, что Боже, я не смогу вывести, куда мы пойдем, если ты не пойдешь с нами. И это был сигнал или знак, что Божье присутствие было с народом. Заметили ли вы, что огонь мы видим в различных местах? И так же представляешь нечто. И потом пришла Тора. За пределами скини. И огонь, который должен был гореть постоянно, и никогда не должен был потухать. Это используется три раза. Почему? Почему Бог конкретно об этом говорил? Я верю, почему одна из причин, что огонь постоянно должен гореть, была в следующем. Это потому, что Бог сам лично зажег этот огонь. В Левитам 9.24 написано, И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники все сожжение, и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице Своем. Итак, этот огонь, первый огонь, он сошел от Бога. И он зажег этот огонь. И я верю, что Бог хочет зажечь этот огонь внутри нас. Он хочет зажечь тебя. Сегодня. Готов ли ты? Готов ты гореть? Потому что я понимаю, что Бог имеет огромное желание зажечь свой огонь внутри нас. Потому что Он начал этот огонь. И Он постоянно, этот огонь как бы представляет, постоянно напоминает нам о Его силе. И это был дар с небес. И этот огонь, который они увидели, напомнил им о Божьем присутствии. И если мы имеем этот огонь внутри нас, мы это тогда показываем тот факт, что Его присутствие пребывает в нашей жизни. Как я сказал, Давид тоже построил алтарь перед Богом. После того, как проказа грянула на Израиль. И мы все знаем, что Давид сделал что-то неправильно перед Богом. Он начал считать народ. И он не должен был это сделать, раз уж и Бог сказал. Разве что Бог сам лично бы ему дал наказ. Но священники говорили ему, не делай это. Но он все равно это сделал. И потом пришла язва и проказы на Израиль. И первое полиминон 21 и 26 написано, что даже тогда, когда он сделал неправильное решение, но Бог в то же самое время назвал Давида, что этот человек, этот муж по сердцу моим. И Давид понял, что он что-то сделал неправильно перед Богом. И он воззвал к Богу. И он сказал, что, Боже, это моя ошибка. Я поступил неправильно. Но это всего лишь овцы. Пожалуйста, не наказывай их. И тогда в сердце у Давида появилось желание построить жертвенник. И мы видим, первое полиминон 21 и 26 написано, И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и мирные жертвы. И призвал Господь, и он услышал его, послал огонь с неба на жертвенник все сожжения. Он пригласил, он позвал, и Бог послал огонь на жертвенник. И я верю, что если мы будем призывать Бога, Он призовет свой огонь. И Он хочет, чтобы этот огонь горел. Он не хочет, чтобы этот огонь закончился. Нет другого источника огня, который принят был бы Богом. Мы также видели Надав и Абиуд умерли перед лицом. Они умерли перед лицом Господа, потому что они принесли всесожжение без разрешения. Бог не заинтересован в твоем огне. Он заинтересован в своем огне. Он заинтересован в своем огне. Он хочет использовать свой огонь. И, как я уже сказал, что это представляет огонь, представляет Его присутствие. И Деутеронимия 4.24 tells us that God is a consuming fire. В Терзаконии 4.24 написано, что Он огонь поедающий. Что это значит, что Он полностью этот огонь пожрет нас? Я не думаю. Шикарная слава была явлена, видна перед алтарем. И это присутствие, которое длилось вечно, оно шло перед Израилем. Спасение от Господа. Искупление, которое представляло, когда жертва горела на жертвеннике. И это возможно было только посредством Его самого. Когда Бог дал огонь, это еще также означало Его присутствие. И что Он всепоглощающий огонь. И это чудо, чудо, которое мы должны понять. В Евреях 12, 28 и 29 мы также читаем это. Итак, мы, приемляя Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы должны приходить к Богу с благоговением и страхом. Иногда это называют страх Божий. Нам необходимо правильное отношение перед Ним в это время. Если мы будем иметь правильное отношение, я верю, Бог пришлет Свой огонь чтобы мы горели для Него, чтобы мы могли делать то, к чему Он призвал нас делать. Давайте теперь вернемся опять к горящему кусту. Моисей подошел и говорит, стой, Моисей, это святая земля. Сними обувь свою. Почему земля была святая? Я представляю, как Моисей смотрит вокруг. Песок. Еще больше песка. Еще больше песка. И там песок, и там. Везде песок. Что же сделало эту землю святую? Присутствие Бога. Где находится Его присутствие? Там везде святая земля. Если Бог живет внутри нас, значит, это Его земля. И мы становимся святой землей. Но есть еще чудо. Моисей видит горящий куст, и Он горит и не сгорает. И Он говорит, что это такое? Это, в одном смысле, более чудо, чем просто видеть огонь в лесу. Ну да, первое чудо заключается в том, что Он увидел куст, который горит и не сгорает. И это представляет Бог в Своей благодати. Со Своим народом, с которым Он заверен. И чтобы они не были поглощены. А мы являемся Его народом, который заветит с Ним. Кто-то из вас не уверен. А мы являемся Его народом, который заветит с Ним. Аминь. Мы верим к Ним. Аминь. Да. Мы верим к Ним. В Ламитациях 3, 22. Плач Иеремия 3, 22. Это так же самое описывается тот момент, о котором я сейчас говорил. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Его милость, Его сострадание, Он нас не поглотит, но Он сделает все возможное, чтобы мы горели для Него. И у Него есть желание, чтобы мы горели внутри. Тот факт, что этот куст не сгорал, говорит еще о другом. О том, что мы не будем уничтожены, но мы будем снаряжены силой. Вот в чем заключается Божье желание, чтобы укрепить нас силою. Потому что огонь является формой силы. Да? Вы получаете тепло, вы можете чай подогреть, и этот чайник начинает издавать звук, свистит. Вы можете делать очень много вещей с огнем, но есть также и деструктивная часть огня, что огонь может сделать. И нам необходимо, чтобы этот огонь был Божий огонь, чтобы не уничтожил нас. А теперь я хочу, чтобы мы показать вам нового завета писания. Может быть, вы не верите тому, что я сейчас говорю, что Бог хочет зажечь нас огнем своим. Но мы читаем Матвея 3 глава 11 стих. Послушайте внимательно, пожалуйста. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за Мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь Его, но Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. в руаха Ходеш и огнем. Да? Ишуа хочет сделать это в твоей жизни. Он крестит нас. Он погрузит на Свой Дух Святой. И многие из нас пережили это уже. Но переживаем ли мы Его огонь? О чем мы говорим? Я заметил, что большинство людей, они не замечают, что здесь написано. Да, они знают о том, что есть крещение Духом Святым и проявляются через дары. Но они не замечают, что Бог хочет также крестить их огнем своим. Могу ли я вам предложить? 1 Коринфянам 3, 16, tells us that we are God's temple. 1 Коринфянам 3, 16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? And that the Ruach Elohim dwells among us. И Дух Божий живет в вас. But if He is there, so is the fire. Но там же есть What? If He is there, if the Spirit is there, so is the fire. It causes a temple. И Он называет храмом вас. Now, what was the main thing probably in the temple? А что самое важное было в храме? That most people saw. Что люди видели, когда заходили в храм? It was the altar of the room. Жертвенник. Yeah? Первое, что они видели. You had also the holy of holies, but But there you had an incense altar. But most people never saw that. But they could see the altar of burnt offering, the sacrifices, the atonement that should take place. Again? the sacrifices and the atonement that should take place. Жертвы, которые горят для того, чтобы искупились грехи, вот это они должны это видеть. In a temple there is an altar. Внутри храма есть жертвенник. We see this throughout the Word of God. And that's what I was saying at the beginning. We need an altar. If we are a temple of God, we need that altar, that place of meeting with Him. His power, His presence, His shikina glory, that He comes in us and lives in us. And on that altar there should be a continual fire. It should never go out. We need to keep asking God to give us that fire. But there are other things that fire symbolizes in the scripture. It's a sign of judgment. A sign of judgment. A sign of refining. But it also reminds us that when the Holy Spirit came on Pentecost, on Shavuot, it came in the form of tongues of fire. It came in the form of tongues of fire. We could also see that the baptism was with fire. And we should also see that the baptism was with fire. Sorry. Okay. We could also see or we should see that the baptism with fire refers to the Holy Spirit's office, his purpose as the energizer of believers for service. So his fire is to energize us. But it is also to purify of anything within us. And that's why in First Thessalonians Paul talks about not Paul says do not quench the Spirit. Now, I ask myself, I don't know how it is in Russian, but I ask myself in English, it's a when you quench something, you put it out. I don't know how it is like pouring water on a fire. It means that if something is or you just you just get out. So Paul is using a terminology which you could go back to God saying don't let the fire go out. So we need to allow God to keep that fire burning in us. What does it mean to be baptized, the baptism in fire? As I've looked at this, there are many different ways that you could interpret this. But I feel personally that there are two things that would be important for us to consider. Firstly, there is the trying of our faith. In 1 Peter, chapter 1, verses 6 and 7, Oh, Oseem raduise, poscarbive теперь немного, if needed, at различных искушений, dabe испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Ишуа Мессии. So the purpose is to clean us up. Поэтому цель является, чтобы очистить нас. И Бог использует эти вещи, чтобы, ну, показать нам это. И мы можем проходить через многие трудности и испытания, обстоятельства. Но Бог хочет использовать все это для того, чтобы мы были готовы. Для того, чтобы огонь продолжал гореть внутри нас. Да, трудности, испытания, обстоятельства, они неприятны. И большинство из нас, мы хотели бы избежать это все. Но иногда нам просто нужно принять, потому что Бог делает работу свою в нашей жизни. И пусть эта очистительная работа, которая приходит от Него, имеет место в нашей жизни. Да, конечно, с одной стороны, очень легко следовать и служить Богу. Когда все открыто, все легко. Но настоящее испытание является, что ты делаешь? Как ты себя ведешь? Что ты говоришь? Когда приходят трудности? Когда испытания? Когда сложное обстоятельство? Когда что-то неправильно? Не так? Надо понимать, что то, что неправильно, это то, что мы видим своими глазами. Но как Бог видит, Он видит совершенно по-другому. Он позволит чему-то случиться. Точно так же, как Он сделал это с Йовом. Он был праведный человек. И вдруг внезапно все стало неправильно. Он потерял все. И это было испытание для Йовы. Бог будет испытывать нас также. Как мы будем реагировать? Будем ли мы держать этот огонь, чтобы горел внутри нас? Это огонь, который испытывает нас. Как я сказал, мы не можем не радоваться. Но это неприятно. Но этот огонь для того, чтобы наша вера, она была отточенная. Чтобы активизировать нашу зрелость. Чтобы этот продолжающий огонь, этот божественный огонь был на жертвеннике. И Он напоминал израильтянам о реальности Божьего присутствия. И для нужды. И в том, что они так нуждаются в этом. Пусть этот огонь в нас всегда делает то же самое. Напоминает нам о Божьем присутствии. Напоминает нам о Его силе. Напоминает нам о Его славе. И пусть этот огонь очищает нас. Бог говорит, будьте святы. Потому что Я свят. И поэтому нам необходим этот огонь. Нам необходимо, чтобы Он продолжал быть с нами. Священный огонь, который провел израильский народ в пустыне. И может быть даже и сверх того. Во времена царя Соломона, когда он строил храм. Что произошло, когда был посвящен храме? Когда храм был посвящен. Мы читаем в 2-м параллелии Пиминон, 7-я глава, 1-й стих. И когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотился сожжение и жертвы. И слава Господня наполнила дом. Божье присутствие явилось. Огонь еще раз сошел с неба. Есть еще одна часть в этом. В то время, когда они все поклонялись и восклицали Богу, там написано, что они стали как один голос, один звук. И тогда слава Божья сошла. Те, кто служил в служении, они не могли стоять. Им нужно было согнуться. Пришлось им поклониться. И они уже больше не лежали. Они стояли, они лежали. Они должны были лечь before the Lord. Я хочу эту славу. Я хочу эту славу. Я хочу эту славу. Я хочу, чтобы мы все переживали. Experience His power. Experience His love. Но более всего, я хочу, чтобы мы были в огне Его. Чтобы мы служили Его. with His will. That's a good translator. Да, это хороший переводчик говорит. Amen. И как я сказал, Он будет для нас. Он всегда будет с нами. Но нам нужно, чтобы этот огонь сошел от Него лично и прикоснулся к нам. В Исаии мы также видим встречу с Богом. Исаия, 6 глава, 5-7 стих. Исаия Я живу среди народа также с нечистыми устами. И теперь глаза мои увидели царя. Посмотрите, кого же он видит. Кто, какого царя? Кто, кто есть царь царей? Кто есть Господь господствующих? Не уверен на что-то говорит. Кто есть царь царей? Исшуа. Аминь. Он есть Господь господствующих. Мои глаза увидели царя царей. Того, который начальник всей армии. Сергей сегодня упомянул о том, что мы видим в том видении, когда увидели войско Господа. Нам нужно это видеть. Нам нужно видеть эти колесницы, которые горят. Но вот Исаия. Он стоит перед Богом. И вот стоит жертвенник. И написано, что один из серафимов прилетел ко мне. И у него в руке горящий уголь. Который он взял с жертвенника кличами. Это был жертвенник Божий, который постоянно горел. И он прикоснулся к устам. И сказал, это прикоснулось к твоим устам. И твое беззаконие удалено от тебя. И твой грех очищен. Нам нужно это прикосновение. Нам нужно это сегодня. Нам нужно для последующих грядущих времен. нам нужен его огонь, чтобы он горел на нашем жертвеннике. И мы должны помнить, мы должны знать, чтобы оно выходило. он должен гореть. Постоянно. Готовы ли вы? Готовы ли вы принимать? Он хочет нас помазать. Давайте сейчас встанем. Я не знаю, сколько из вас слышали о проповеднике Рейхен Бонке. Но один раз, когда он молился, у него было такое выражение. Он сказал, Огонь! У меня не получается. The roar of the fire! The roar of the fire. Рычание огня. Он как бы рычал. Хрип? Я просто не слышу. Извините. Вы все кричите. Я не слышу, потому что здесь мониторы. Я не слышу. Серьезно. Киир Ast курсу. Мы thank You, Father. Мы thank You for Your присence this day. Мы thank You that You will come and that You will pour out Your fire Господь, Ты придешь и изольешь свой огонь наполни наполни огнем чтобы мы могли служить Тебе чтобы мы и строили Твой источник чтобы мы были очищены чтобы мы могли жить святой жизнью и чтобы посвященные жизнью Тебе жили О, Господь мы придем перед Тебой мы придем перед Тебой перед Твоим алтарем